Агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка» уже в девятый раз прошла в Краснодаре. Около 800 аграриев со всего края представили свои товары в павильонах выставочного комплекса «Экспоград-Юг». Открывая ярмарку, губернатор отметил, что сегодня около половины всех овощей и фруктов, а также порядка трети молока и мяса в крае производят фермеры. Ярмарка, на которой мы с вами присутствуем, конечно, не только площадка для достижения агропромышленного комплекса «Кубани». Это возможность, возможность селян, вот тех самых наших фермеров, представителей личных подсобных хозяйств, налаживать новые контакты, обмениваться опытом, находить новых партнеров, ну, конечно же, и новых потребителей. Поддержки малых и средних форм сельхозпроизводства уделяют внимание и депутаты Кубанского парламента. В прошлом году принят закон о поддержке животноводства. В этом документ развития органического земледелия. А с Нового года на финансовую помощь смогут рассчитывать и представители одного из важнейших для региона сельхознаправлений – виноделы. Законодатели Краснодарского края делают все возможное и вносят постоянные изменения в законодательство, которое способствует дальнейшему развитию малых форм хозяйствования на Кубане. Мы надеемся, что внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в налоговый бюджетный кодекс, позволит нашим малым винодельческим хозяйствам достойно уже в следующем году представлять свои предприятия на рынке. Сегодня в этой отрасли работают настоящие фанаты своего дела, убежденные, что наше вино вполне может конкурировать с зарубежным. К примеру, Герман Вальтгейм специально перебрался из Подмосковья в Анапу, так как здесь проще выращивать виноград. Но одних только хороших климатических условий недостаточно. Интерес покупателя, потребителя к отечественному вину, он возрождается. Мы хотим это донести людям, что у нас есть вина и хорошие вина. И, возможно, некоторые вина и лучше, чем европейские. И в скором будущем будут лучше, чем европейские. Но, конечно, нужна какая-то поддержка государства, хотя бы в виде субсидирования и законодательного проекта. Это однозначно, иначе мы просто не вытянем. По традиционным технологиям для получения хорошего вина его необходимо выдерживать в дубовых бочках. Бондарное производство также развито на Кубани. Продукции вполне хватает и для местных виноделин, и для гостей из других регионов. А для поддержки порой нужны не деньги или льготы, а всего лишь возможность реализации. Мне было выделено место для торговли на федеральной трассе Дон. Я живу в Кабардинке, Геленджинский район. И наши продажи возросли в разы. Ведь не самое главное произвести бочку. Надо еще донести до покупателя, продать и хорошо продать. А трасса эта нам очень помогла. Примечательно, что многие фермеры, приехавшие на выставку, приверженцы полного циклопроизводства. От заготовки древесины до бочек, от выращивания собственного винограда до бутилированного вина. Это дает определенную независимость и сказывается на снижении себестоимости. Я общаюсь с нашими представителями малого бизнеса, насколько они заинтересованы и насколько прекрасная продукция. Я сам несколько удивлен такому разнообразию и уровню уже подачи этой продукции. Малые формы, но это уже сегодня упаковка, это внешний вид, это вкусовые, безусловно, качества, это полезность продукции. Поэтому самое главное, наверное, в этой выставке, это некая популяризация и помощь нашим малым формам. Кубанская ярмарка в очередной раз продемонстрировала, что фермерская продукция востребована. Многие предприниматели нашли здесь новых покупателей, познакомились с возможными партнерами. Но насколько позиции малых и средних форм сельхозпроизводства устойчивы в условиях современного рынка?